Да, действительно, я победы посвящаю кому-то определенному человеку. Нет, победа, она есть победа. Когда побеждаю, я считаю так, в моем лице побеждает весь Казахстан. И все жители Казахстана, все мамы, все родители, все... Все... Так, как я представляю Казахстан, я не представляю отдельное клубе государства, либо отдельный клуб, либо отдельное, я не знаю, общество. Нет, я думаю, мы представляем страну, на наших боях, на нашем ринге поднимается флаг Казахстана, звучит гимн, это наша республика, это наша традиция. Я думаю, так, ключ, ключа как такого нету, однозначно это поставленные цели, это тяжелая работа, это дисциплина, если нет цели, то ты не поймешь, куда ты идешь, а если есть поставленная цель, ты знаешь, куда ты идешь, ты делаешь к этому все возможное, невозможное, ты идешь к своей цели. Знаете, ребят, как бы, говорить о каких-то боях, о конкретных боях тяжело. Нельзя выделять бои, нельзя подчеркивать бои. Все бои это и есть, твоя карьера, это и есть, твой опыт, это и есть, твоя жизнь. Нельзя выделять какие-то определенные моменты. Нельзя говорить, в данном моменте на самом деле, никто никого уже давно-давно не боится. На все вопросы, почему, не всегда бывают адекватные ответы. Знаете, пока не время. Мы надеемся, что это время придет. Я думаю, так будет правильно. Если бы не было бокса, чем бы я бы не занимался? Думаю, я в любом случае бы оставался человеком, ну, по крайней мере, тем, кем я являюсь сейчас, в душе и в жизни. Я не делаю, я же не предоставлю, я же не говорю, что вот я везде хожу и говорю, я боксер, вы знаете, я... Нет, в первую очередь, это человеческие качества. Надо оставаться человеком, надо оставаться тем, кем ты являешься. Ну, я не буду лакарить. На самом деле, у меня есть хобби определенные, на самом деле. Но все свое свободное время в данный момент я посвящаю семье. Вы знаете, у меня его не так много, и я максимально пытаюсь быть ближе к своей семье. Вот когда идешь в бой, точно нету никаких сомнений, ничего нету, тем более страха. Страх появляется, когда ты после боя идешь в раздевалку, вот что сейчас будет, сейчас на тебя... Тогда действительно страшно, что ты сделал не так, когда ты от наставников, от тренера думаешь, вот что я сделал не так, как от родителей, что он сейчас будет мне высказывать, выговаривать. Потому что у меня очень злой тренер, он хочет сделать подарок для всех зрителей. Он говорит, Лена, пожалуйста, ну побоксируй дольше. По-моему, не всегда получается. На бой нет никакой мотивации. На бой это уже подвох окончательный, я, наверное, знаете, вот как ты это пишешь, ставишь точку. Бой это и есть та точка, что ты сделал. Что ты сделал за то время, которое ты посвятил подготовке. То есть, это вот и есть вся мотивация. Конечно, показать, на что ты способен. Показать, что ты сделал. Вот это продемонстрировать. То есть, посмотреть, определиться, на каком ты этапе своей карьеры находишься. На каком уровне мастерства ты находишься. Это большая мотивация. Я не буду лукавить говорить, что вот мотивация большая. Это моя семья, это определенный заработок. Да нет, это, конечно, это неотъемлемая часть всего этого. Но вся мотивация, если ты, то есть, не ставишь цели, не идешь к ней, то есть, заниматься определенными вещами ими, там нет смысла. Говорить о слабых и о сильных сторонах. Давайте я не буду говорить о себе хорошо, потому что, как бы, ну, это не красиво, наверное, говорить о себе только красивые, хорошие слова. Говорить о слабых вещах. Я так, как и каждый гражданин, так, как простой человек. У каждого человека есть слабые, сильные стороны и есть право на ошибку. Вот они у меня тоже есть. Я не пойму это откуда. Неужели у меня столько врагов, столько кто хочет. Да, наверное, не то, что меня в моем лице как-то нас оскорбить. Нас всех. То есть, если я поменяю гражданство, то есть, это же нелогично. Это, ребят, я говорю, не допускайте, не будьте. Ребят, я просто, как бы, вам хотел бы сказать, знаете, не допускайте себе вот этого. Даже той плохой мысли, той плохой мысли, что надо предать Родину и надо поймать гражданство. Нет, однозначно, это нет. Просто не будьте настолько испорчены, не допускайте себе в голову таких плохих мыслей. Измерять не измерял. Я думаю, измерять это смысла абсолютно нету. И говорить, вы знаете, у меня там 700, а у меня 710, либо 712, это вообще невуместно. Козырять этим. Нет, я думаю, это даже неправильно измерять. Давайте, наверное, с пожеланием сразу начнем. Не то, что нам пожелание какое-то, однозначно, но наставление, это жизненный опыт. То есть, образование, это очень важно. Это больше, чем что-либо. Это больше, наверное, чем спортивное достижение. Образование, если ты получаешь образование, если ты образованный человек, если у тебя есть интеллект, если у тебя есть мысли, я думаю, они правильные, если не плохие. Если у тебя вообще, если ты здравый, мудрый человек, это большое достижение, это подарок судьбы. Так что обретайте образование, вы знаете, это будущее. Образование – это будущее. Ребята, вот сейчас мой, как говорится, мой фокус, как, мое внимание, точно, классно, точно, на образованный человек. Мое внимание сейчас сконцентрировано на среднем весе, то есть на моей весовой категории. Я хочу расставить все точки на «ты». То есть для меня важно выявить, кто лучше в среднем весе. Не то, что опасен, но кто лучше в спортсмене. Это, наверное, одна из первых целых. Поднимать весовую категорию? В данный момент я не собираюсь. Возможно, бои в следующих, то есть в более высоких, более тяжелых, в более легких категориях, они возможны эти бои. Менять категорию – нет. Я думаю, если будут хорошие, интересные бои, хорошие, интересные соперники, то мы это будем делать. Жалеть, вернуть – это значит, ничего не хочу. Мне нравится то положение, в котором я нахожусь. У меня каждый день что-то сумасшедшее. У меня немножко все по-сумасшедшему. Мне нравится моя жизнь, я благодарен своим родителям, я благодарен своей семье. Мне нравится то положение, в котором я сейчас нахожусь. Я думаю, мне приятно то, что вы разделяете мое понимание, мое умение, приходите поддержать. Я думаю, вообще это правильно. Вы знаете, у нас много спортсменов в стране, это радует. Но наших спортсменов, к сожалению, так сильно не ценят. Почему? Если мы не будем ценить наших казахстанских спортсменов, мы уделяем очень много внимания зарубежным спортсменам, хотя не зная их, мы просто смотрим, они мелькают на экранах телевизоров, и мы думаем, что это что-то недостижимое. Я вам скажу так, как был немножко там, у кого вы считаете, что это недостижимо. Они не лучше нас. То есть надо оценить своих спортсменов, надо поддерживать. Кумир, селеги, селеги, селеги. Ребята, я думаю, кумиры это сразу неправильно. Не надо ставить кумира в себя и делать себе кумиры. Должны быть примеры, особенно если они хорошие. Можно ставить, ну, можно говорить, что хороший человек это хороший пример, а это здорово. Делать кумира в себе это сразу неправильно. Не было у меня кумиров. Давайте сразу вот так, давайте вот так, сразу честно, откровенно, не крутя. Да, вот кто это говорит, что я не боксировал с великими, как они, наверное, это есть великие спортсмены. Эти великие спортсмены о себе так и говорят, если я с ними боксировал, значит, они великие. Либо это как? Нельзя подчеркивать, я вам так скажу. Те, даже с кем я боксировал, каждый из них труден, каждый из них серьезен. Каждый спортсмен, он очень серьезен. Каждому спортсмену, каждому бою мы подходим очень серьезно. Подделять кого-то, подчеркивать, это очень тяжело. Говорить о будущем. На данный момент, на данном, в последнем бою мы завоевали, отобрали, так скажем так, поезд WBC, ну, временного чемпиона WBC. То есть это дало право, это дало право, не буду говорить в течение какого промежутка времени, то есть это, у меня есть право, я сейчас обязательно получается чемпион, в данный момент, Мигель Кота по этой версии WBC. И мы обязаны встретиться, вот посмотрим. Я думаю, это случится в ближайшее время. 8 апреля. Первый день? Однозначно. Прекрасно. Почему? Ну, потому что в тот день не только я был счастлив. Спокойно. В тот день были счастливы все мои родственники, наблюдают все родственники. Сейчас это на самом деле счастливый день. Конечно, конечно, в первую очередь, человеческими качествами. То есть если в тебе не будет человеческих качеств, то тяжело вообще жить, наверное. Тяжело достичь каких-то целей. Можно достичь своих целей. Но жить с этим будет гораздо тяжело. Очень тяжело. В данный момент я осознаю, это именно то, что я хорошо умею делать. Наверное, это так. Очень тяжело себе сказать, да, я этим хочу заниматься, тем более боксом. Определиться именно с боксом, это очень тяжело. Я, наверное, так отвечу. Это в данный момент это хорошо, что я умею делать. И у меня получается. Я рад, что вы разделяете со мной мои... То есть мое мастерство. Приходите, разделяете наши победы общие. Очень пьяные. Но я был обычным парнем. Конечно. Чего в этой жизни не было. И прогуливал, и получал двойки, и получал пятерки. Все было. Но мне это не грозит. Вы, наверное, понимаете, что великие люди эти не болеют. Нет, нет, нет. То есть каждому человеку присущий определенный момент, который он не осознает, либо, как говорится, повороты. Я рад, я рад моему воспитанию. Я благодарен своим родителям, потому что у меня нету дурных привычек. То, что я не столь испорчен, чтобы выглядеть плохо, по крайней мере. Чтобы быть непонятым людьми. Я этому очень рад. Говорить о великих спортсменах, вы знаете, тяжело ком-то говорить, особенно, когда его не знаешь. И я думаю, это неправильно. И давайте не будем говорить, осуждать, критиковать. Вы как пример берете для себя, чтобы ошибки других были, чтобы не повторить?